Здесь можно, чтобы шлопник, привез, и все, на ней, в обзорах, где с вами общались смертные, потому что мы нашли субботу, где-то субботу, где-то, то есть там, где-то, как-то, куда-то. Да, вот, друзья, да, я традиционно здесь так, что звуча, что процесс, когда мы уже облегчился, сегодня я по части смог, но вообще, на самом деле, я не считаю, что оно такое замечательное, успешное событие, Потому что, честно говоря, мы не планировали, и вот как-то дальше получилось, что Михаил Кирпков может у нас выступить, и просто, может, я еще и согласился. Ну, о чем он рассказывает? Он смог уйти сам. Потому что я, честно говоря, затрудняюсь вот так вот взять и перевести вот это вот первое, еще здесь написанное выражение Science African Forum, ваше гонки, это понятно. В таком смысле оно, что наука и приложение, в общем, я, кажется, вот не умею. Я имею в виду научное и приложение, это не важно. Ну, ничего, ничего, я думаю, что сейчас все произойдет. На самом деле, я как обычно просто хочу сказать, что вот это вот взаимоприятие, оно для нас тоже кажется очень важным. У нас сейчас в школе два таких брендовых порциях мероприятий, вот это математический кружок, на который мы пытаемся собирать людей, студентов в первую очередь, конечно, из нашей мастер-школы, и рассказывать им о том, какие вот принципиальные инвентации науки и приложения сейчас есть. А есть профильные еще мероприятия, которые, вот, к этому имеют вполне прямое отношение, оно по понедельникам происходит, это не каждую неделю, тоже так, кружевки и каждую неделю, все зависит от того субъекту появления перед нового кружевого докладчика, интересного всем или нет. Это вот то, что называется семинар моего искусственного интеллекта. AI – это МАИ-5. Он проходит нерегулярно, но 18-30 по понедельникам. Держать это будет, видимо, 23-го числа. Ну, можно сказать, что сейчас вот мы имеем в каком смысле, как бы это сказать, так, в одном флотоке. Вот, ну, я люблю поболтать, поэтому я, ну, поболтал достаточно. Все, спасибо. Спасибо. Ну, можно посмотреть, что тогда мне рассказать. Парагинский почитаем? Ну, я тоже... Парагинский почитаю. Парагинский почителям в целом. Парагинский почителям. Парагинский почителям. Ну да, можно сказать, что тут было science application form, но имеется в виду машинное обучение, которое не совсем слепую делать, я считаю, что еще что-то не делаю. А вообще-то это свод на биофизику. Кстати, в эту деталь я вам давал пару раз в основном физику. Вот и так, которую я могу назвать. То есть физика будет немного разная, мы разнообразим эту историю, мы уже, соответственно, попытаюсь донести что-то. Это, скорее, такое соберательное название, то есть речь идет об одной статье, речь идет об неприведности, которое мне без смысла в начале своего развития, и вот, особенно мне приятно отклонить людей. Действительно, если у вас какой-нибудь интерес, у кого-либо у вас какой-либо связь, чему вы о том, что я сказал, пожалуйста, обращайтесь ко мне с большим удовольствием. Можно еще из него? Мы вместе и работаем, и позднить, и сами торговать. Да, то есть сейчас я встал тихий, но еще неделю позже. А так, в основном, гусалмы, которые в Нью-Мексике, и, соответственно, довольно часто здесь в Москве. Обычно 2-3 недели, где-то больше. Вот. Значит, ну, я думаю, что... Разные типы, разные стандартные рубрики в машинном обучении, ну, если у нас речь идет... Я, кстати, только недавно узнал, я все это на английском походил, только недавно узнал, что это обучение с учителем. Это учителем. Я понимаю, какое открытие русского языка. Вот. Значит, начинается обычное изложение с обучения с учителем. Учителем это значит, что есть лейблы, отметки, есть, например, картинка. И сразу забоится, что она картинка. У нас есть какое-то количество, соответственно, этих выборов. Достаточно большое. Есть, конечно, интеллектуальный правильный вопрос, что значит большое. Объект будет говорить про очень, как бы, такие алгоритические вещи. В этом смысле не будет. История бесконечного количества. Но так или иначе, когда у нас достаточно много этих выборов, вот есть этот овальный какой-то ящик замечательный, который как-то работает. И он, значит, создает вот такую модель, которая нам предсказательной силой. И предсказательность ее в том, что, как в следующий раз, когда вам будет картинка, не искать. Утка или утка. Собственно, вы, ваша предсказательная модель ответите. И, скорее всего, ответят достоверно. Вот. Но есть ситуации, когда нет учителя. Тогда все то же самое кажется. Но только у вас наступают разные, в данном случае, хрусты. И у вас набирается статистика. Ну, сколько там у вас будет, я бы не знаю, что это тут, там, на лицо, ну, там, манго или что-то еще. И, соответственно, у вас возникает, в данной ситуации, там, сколько-то, три типа или четыре типа, у вас функция распределения возникает. Может быть, очень много типа. Тогда у вас даже количество выборов будет недостаточно. Но, тем не менее, у вас будет какая-то процентная функция распределения. Да, это то, что мы называем учение с учетом. Вот. Значит... Кстати, может быть, я не знаю, как это русло? Как правильно? Обучение с подкреплением. С подкреплением. Подкрепление, да. Ну, это тоже вы, конечно, знаете. Это когда у вас есть обратная связь. Ну, это один из классических вариантов, когда есть обратная связь. Есть другие версии. То есть, когда у вас есть этот агент в промежутке, и этот агент вам подает какую-то оценку того, что вы хорошо сделали, что вы предсказываете, и, соответственно, вы поправляете. Вы можете, в частности, изменить, куда вы являетесь, в смысле выбора выбора. Вот. Но... Теперь это начнет постановка, да? То есть, у него немножко отличается. Немножко, потому что, на самом деле, по большому счету, все эти формировки, конечно, связаны. И очень часто то, что вы можете сделать с одной, вы переносите другую. Но теперь есть методы решения этих задач, да? И, опять же, методы тоже разнообразные. Это то, что выписано, наверное, первые два. Регрессия, или вот... Ну, я же не буду пытаться на русский переводить в принципе, в том числе анализ, да? Да. А есть классические модели. Классические модели – это нечто новое, и я об этом еще поговорю. Может, побольше, чем об этом. Но, конечно же, как на английском говорят, это нечто примеру. То есть, нечто, что уже абсолютно нельзя не вспомнить и не потянуть. Это, значит, в уроках дипношек, да? Дипношек. И все это, конечно, интересная история. Началась давно, относительно 30 лет. Сейчас вот, значит, решение, которое, ну, что сказать, убеждает по всем парамикам, во всех этих вариантов постановок. Фактически нет ни одной, где зарегистрированные методы работать. Все замечательно. Это не значит, что зарегистрированные методы мы должны забыть. Но вот то, что меня больше всего интересует, это вот такой вопрос, что вот все эти методы, они обычно, ну вот, то, что это картинка, или то, что это звуковой сигнал, или что-то еще, оно, конечно, выделяет один метод против других, против беспокойности. Но по большому счету, то есть это вот такой черный ящик. Черный ящик в том смысле, что очень часто данные методы разработаны для одного предложения, приносим на другое предложение и замечательным образом работать. Но вот это замечательная не работа. Вот это вот как раз заправка, ящик в том, что я называю сайсовыми формами физических, там, машинное обучение. Значит, еще раз. Речь идет о том, что это попробование работает замечательно. Но иногда начинаются проблемы. Когда начинаются проблемы? Есть разные причины. Например, недостаточно много данных. Или, вот, основная проблема, кстати, скажем, того же глубокого обучения и глубинного обучения? Один миллионик, как мы на русском говорим? А вот по-разному, говорят и так, и так. Ну, чаще говоря, говорят, и так, и так. Ну, чаще говоря, говорят, и так, и так. Лаборатория курса называется глубокого обучения. Вот здесь вот, давай. Вот. Но вот самая главная проблема, практически со всеми этими методами, в том, что можно при изучении кистей, хотя тоже есть нюансы, интерпретация недостаточно. То есть мы что-то получили, она у нас работает. Например, мы по картинке, как вы знаете, предсказывали, что я дома поеду там, и утром. Но в более сложной ситуации мы создали какую-то функцию распределения для какой-то там, не знаю, для каких-то данных. И это работает просто как алгоритм, как программа, но мы хотим больше. Мы хотим... У нас есть предложение, где конкретно, например, физика, экология, химия, и предстоятельная сила должна быть интерпретацией. Интерпретация. Вот в этих ситуациях, вот можно что-то делать еще, и моя история неправильная. А вдруг еще, конечно, есть ситуация, когда просто данные достаточно глубокое, глубинное обучение обычно работает только если действительно у вас перевезнет. Да. Вот это как бы такая затравка, опять же, на психологическом уровне. Вот то, о чем я сейчас буду говорить, это вот там встреча где-то посерединке, двух таких совершенно как бы ортокональных, хотя на самом деле нет концептов. в один. В частности, представлены глубоким обучением, как вот такой вот пример обучения в виде черного ящика, где неважно какие данные, главный другая формат, и попробую перевезнуть, наверное, на вот. А есть огромное количество, ну скажем, физики, опять-таки, логики, химии, естественно, наукам, и смотреть. Видите, пишите, смотрите, это там уравнение, в частности, плюс вот. Уравнение там... Ну, какие-то уравнения. Вот. В этих сравнениях, ну, какое-то количество параметров, которые мы не знаем, или знаем очень достоверно, тем не менее, эту структуру очень сильную, очень серьезную. И тогда мы, значит, начинаем любить эти параметры. Ну, обычно, в науках, естественно, это вот подкручивание, ну, это делается с точки зрения машинного обучения, и не очень профессионально. Пробо говоря, такое вот. Мы взяли подозначение параметров, получили решение, что может быть очень дорого, когда для этого параметра одно там оказалось неудовлетворительным, изменили параметры, ну, так вот. Туда-врат. Вот. А вот хочется делать, объединить как бы эти два, ну, так сказать, острова, построить какой-то, там, мостик между ними, и вот это, что я называю, физикс, информация, 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 Вот, значит, про это мы говорим. Теперь, я не знаю, у нас на час это рассчитано? Полтора. Я не буду. На час или полтора, как вам удобно, но стандарт на полтора, а там можно и меньше. Ну, я, наверное, попытаюсь сейчас, вы можете сказать, следить, я выживаю еще раз, так что, я бы стараюсь сейчас уложиться, это означает, что, с большой вероятностью, у меня четыре есть таких коротких сообщений, ну, относительно коротких, они каждому могут вывести, значит, большого, вот, и если вы будете задавать вопросы, замечательно, потому что они остановятся, то есть я могу нести сверху, И первые три истории, это истории, вот, со стороны истории, свободно-физики, приложений. Будут очень специальные ситуации, но как раз сравнения. Я понимаю, что, скорее всего, эти приложения, может быть, вам не знакомы, я про них там сколько-то времени буду говорить, а потом поясню, вот, как можно решать, как можно ставить, решать задачи в этой стране. А другие для истории, они как-то все наоборот. Ну, я написал про статистику физики, потому что, опять же, ну, можно сказать, статистика, или, можно сказать, статистическая механика, или, в общем, что название гаяцей, а вот это и есть тоже. Про то, как, такой вот статистический, ну, не стандартный статистический, а вот статистический, механический, скорее, подход помогает улучшим методам машинного обучения. Про это тоже, значит, есть что сказать, и это все будет подделываться вот как раз вокруг категоротических моделей. Вот. Значит, вот такой план. И мы начали где-то 645, 645. Хорошо. Значит, вот первая история. вот эти вот два, значит, может быть, человека, у них у меня встречи неожидан, значит, один из Ситюн, он из Кайска, это Карелия, и он у нас самостоятельно самостоятельно в прошлом году. А ДИК, ДИКДЕКО, он в Костдок, и вот, значит, и я. Занимались мы вот, кто-то из вас наверное знает, что одно из положений, за то, что я сейчас специально занимаюсь, это электрические сети. Вот занимаются электрические сети. И вот, давайте я с него начну, про него расскажу. то, что мы называем распределительные электрические сети, это когда у вас есть подстанция, на подстанции у вас напряжение где-то там 12, может быть, 30, и вот к вашему дому все спускается и становится 220 вольт, да? Спускается там какой-то количеством, но выгодно это сеть, это сеть, выглядит как дерево, в том смысле, что нет петель. В электрических сетях так все устроено, на распределительном уровне, начиная с подстанции, это где-то там, не знаю, 2 км отсюда. Ну, в общем, наголовки, наверное, две подстанции. И вот речь будет и те истории, которые разыгрывались на этой подстанции, а дело в общем, дело в том, что подстанции выглядят так, то есть есть вот эти там дома, или многоэтажные, или еще, они сидят на листях этого дерева, ну, какие-то и видны. Но это всегда дерево. В каком смысле? Провода, вообще-то, закроются сроком, то есть есть перья, но используются эти провода всегда деревянным образом. А переключение с одного дерева на другое, оно случается. И там и дальше возникает ситуация в разных местах, ну, в разных странах, и все по-разному. Иногда переключения не автоматические, потому что там автоматика так построена, и иногда эти переключения ручные просто идет и переключает. есть места, например, там, где мы живем, ну, большую часть времени я живу в Немеции, у нас есть сезон муссонов, и сезон муссонов означает много дождей. Ну, даже дождей не постоянно, а там раз в день, но очень-очень сильно. По вернее, можно даже два-три раз, и вот гроза и молния, а молния это очень плохо, потому что переключение происходит очень часто. И вот эта история будет про то, как же определить по измерениям, а какая сейчас деревянная ступень. То есть, невозможно в этой сети закольцовывать всякие теории, может быть мы знаем, что количество вариантов оно потенциально большое, тем не менее, в силу правильного использования физики, которое связано с тем, как электричество работает, и правильное измерение нам помогут это сделать гораздо более эффективно и под проект собственность. Но опять же, не вдаваясь в детали, ну это естественно выросли, это все дети получили, да, и опять же, не вдаваясь в детали, есть некие уравнения, в данных случаях уравнения, которые связывают что? Значит, есть измерение напряжения, которое я упоминал, а есть так называемый класс, да, потому что речь идет о переменном токе, комплексной величине его описывается для напряжения и для тока, и, соответственно, напряжение это положительная величина, ценное значение этого комплекса вектора от этого есть некая ситуация из упражнений уравнений, которые записываются в ней ноготь. теперь PayQ это все написано векторное уравнение то есть в каждой точке есть своя фаза и напряжение это то, что это уравнение дадут искать, а правая часть PayQ это потребление и производство в нормальных стандартных распределениях обычное потребление мы потребляем в распределении но сейчас есть солнышко в смысле солнечные батареи можем производить поэтому в общем и целом может быть в ту и другую сторону положительное отрицательное Pay это то, что мы называем активная мощность а Pay это так называемое реактивная мощность ну это уже как бы детали я все равно сейчас через это проскакив а вот здесь у нас замечательная матрица тут на самом деле это обратная матрица а H это матрица которая называется графового плавного то есть структура этой матрицы очень специальная она воспроизводит структуру этого графа и я называю то, что матрица H их две на самом деле одна формирована из эффективности одна из сопротивлений это вот матрица ну значит графически воплазной матрицы графически воплазной матрицы и история заключается в том как по вот этим вот Pay который мы знаем и их можем наблюдать но не везде определит вот эти вот матрицы а потом по ним вот такая моя Вот такая лекция. Сколько мы знаем? Мы знаем все эти... Почему мы знаем? Есть источники, которые верят. И они верят достаточно часто, для нас достаточно часто можно назначать, что у нас полный уровень. И на этом временном масштабе они сравнительно хорошо описывают, как связаны фазы напряжения с мощностью. И вообще эти уравнения мы воспринимаем как обычно, как восстанавливающие T, так вот, F, Q, и предположение, что мы знаем граф, знаем все свои свойства, в смысле провода знаем. А тут мы как бы... Я предполагаю, что это даже провода свойств не знают. Потому что тоже на это есть основания, потому что они там могут меняться, но изменения, кстати, когда зависит. А вот график меняется часто. Ну вот, поэтому я такой подробный перевернусь. Я уравнение написал, а использую это стандартным образом, в том смысле, что восстанавливаю коэффициенты этих уравнений. Такая же история. Вот. Ну вот это вот словами написано, то, что я вам рассказывал. Значит, мы определяем этапологию, и мы определяем параменты. Но вот... То, что я еще не сказал, это то, что информация у нас открыта. И это самое приведительное дело. В смысле, постановка моя очень ограничительная. Если я в силах наблюдаю, это там как бы совсем не сложно представить себе, то, что я могу восстановить этот материал. Сколько, грубо говоря, если у меня есть стоп между этими двумя точными, которые я измеряю, ну, наверное, там есть проба. Но я сейчас себя сильно ограничиваю, это соответствует более-менее. Ну, а не надо реальность. Я буду предполагать, что измерение у меня только вот на листиках этого дела. То есть, ну, грубо говоря, на потребителях, в той же самой конце этой линии. Вот это у меня, собственно, там и обозначено. Очень ограничительная ситуация. Теперь, значит, вот это вот, про то, что мы наблюдаем, да? Ничего про промежуточное новое я не знаю, в том числе и грубо говоря. Я не знаю про вот эти все инфидансы, сопротивление и внутренности. И я даже не знаю, сколько у меня этих книгей есть. Или вот, значит, я не знаю вот эти вбрасывания в это время промежуточных данных. Теперь предположение. Что граф не деревянный. Ну, тут, как я видите, все равно написал. Вообще говоря, это, кстати, довольно забавная задача, если кто-то, что более тематически ориентированно захочет. Ну, я даже не знаю, тематически ориентированно. Примерно по высоте. Ну, тут нюансы. Тут встали примерно дальше. Вот. Значит, ну и еще предположение. Что действительно очень-то ограничительному смыслу нет. Вот эти вот вбрасывания или предъявления на концевые кнопки, я предположу, что они не деревянные. Почему это имеет смысл? Потому что у меня, конечно же, там меняются потребления постоянно. Я буду предполагать, что есть выбор. То есть, то есть, с какой-то секунды расстояния, с какой-то степени степени потребителя есть выбор. Что такое эти концевые пачки? Это вот разные дома. Конечно, они все живут при одной и той же внешней кентературе, но двери закрываются по разному, кто-то спит, кто-то не спит. Очень разумно предположить, что они независимы. Но это предположение. Это предположение модельное. И, соответственно, если его от него расшатываться, то нужно по-другому делать. Но вот в этих предположениях ему и есть. А, между прочим, остальные вот эти вот вбрасывания подтверждения, они могут быть это. Вот. Ну и вот подтверждение, которое делается, что такая система, такая задача разрешается. И я, соответственно, вам скажу, есть и даже математические впечатления, которые я там скажу и упомяну, но у меня не так. Вот. Но самая главная идея за всем этим, она примерно следующая. Вот существенно, что в этой ситуации вести, ну, существенно для нашего алгоритма, для нашего решения, было вести правильный объект. В первом леске его объемку, грубо говоря, задача больного не решена. Этот объект оказался в том, что была такая. Ну, когда, например, двух будет замечательных молодых людей, ну, они, так сказать, в разных мыслях правильно догадались, но мы догадались, и это, собственно, было замечательным решением. Значит, мы ввели объект, который мы называли эффективной, ну, в принципе, импетанс, но эффективной эффективной эффективностью по теме. Это объект, который эквивалентирует два узла, которые не связаны над именем. Ну, в принципе, вы можете рассматривать два узла, которые связаны с проблой, но, конечно, вы знаете, если вы знаете, если вы выучили сопротивление эффективности, но вы можете вести эквивалентность, сопротивление эффективности, мы это выделим. И вот этот объект, тем на него, казалось, очень правильно в свою руку ставить задачу. Вот. И что дальше? Мы, соответственно, оцениваем вот эту эффективную эффективность, про которую я сейчас скажу, у нее есть очень хорошие свойства. Именно надея на них хорошие. А потом мы... Это нам позволяет обучить, собственно, вот все это, ответить на те вопросы, которые мы ставим. Ну, и... Вот, если есть какие-то подтверждения, сколько-то раньше, значит, вот я верю это точно, когда это не верю, он будет импирически надеяться. На самом деле, там, есть импирические счеты, мы будут подтверждения. Оказывается, что это, даже в этой ситуации, вполне оказывается хороший импирический алгоритм. Почему? Там, попытаться доказать это дело, это мы еще не умеем, но мы можем отсюда. Вот. Ну, вот, значит, физический, вот этот физик-синформ. Как бы... Убрасывание физической информации здесь произошло через вот такое выделение правильного объекта. Если бы я просто к этому подходил, что у меня есть эти точки, есть ли какие-то, там, не знаю, действительные числа, то, соответственно, ничего такого нет. То, что я рассказываю, я бы сделал письмо. Вот. Это вот еще и таким образом иллюстративный пример для той концепции, которую я пытаюсь продать. Теперь... Тут еще такая честная вещь. Я вам показывал уравнения, и я говорю, что вот по этим уравнениям они мне дают дополнительную информацию. Ну, хоть я там не знаю, как у этих уравнений, как вот это вот, украфт-лаплаши, но тем не менее это информация, и очень полезная. Но там доказалось, что у них есть большее введение. Потому что мы ввели этот объект, и я не должен использовать все уравнения. а есть просто свойства, которые следуют за этих уравнений для этого объекта. И это, как бы, еще дополнительный шаг, который, опять же, подчеркивает важность, ну, вот, внесения этой дополнительной информации с одной стороны предложения. Ну, вот тут какие-то, значит, формулки, которые, опять же, в силу того, что я пока что не появился из номера где-то из блага, я сейчас там вдаваться в детали не буду. Но, значит, тем не менее скажу про эффективное объектное сопротивление. Оказывается, что этот объект, как я уже сказал, это что такое эффективное сопротивление? Вот еще раз. Я беру две точки, нигде ничего не меняю, я сбрасываю ток в одной точке и, соответственно, употребляю ток в тот же, в другой точке. И у меня возникает разность потенциала между этими точками. И я, соответственно, вот, высчитываю сопротивления из этих вот, из тока и разность потенциала. Это эффективно, потому что они не на нему связаны и вся сеть. Но вы, наверное, помните, там, не знаю, на первом курсе добавились вам какие-то сети, да, электрические, мы считаем эффективнее сопротивление. Ну, вот это, наверное, никакой. Это вот что-то в этом курсе. Но, замечательным образом, в связи с этим графом Клашином, в связи с деревом, когда я этот мой эффект пронаблюдал, то я немедленно пронаблюдал, вот, я знаю вот связь с некими методами этого графа Клашином, это обратная матрица определенной структуры. и вот эта информация мне очень помогает. Вот. Ну, хорошо. Давайте я... Это, между прочим, для тех, кто интересует, есть... мы придумали этот, осознаем, что это не важно, но дальше выяснилось, что для этого объекта вот это свойство, которое нам важно, а именно то, что вот это вот эффективное сопротивление, оно, на самом деле, или, так называемое, там, среди этих расстояние, ну, среди этих... как это правильно ровно, я даже не знаю. Ну, в общем, есть некое, некое специальное свойство, куда для этого объекта оказалось правильным. Вот. Соответственно, вот тут есть некая стенка. И чего нам это дает все объяснение? Тут есть этот алгоритм, который предложен на этой работе, который нам позволяет фактически последовать таким образом, начиная с листика, восстановить эту структуру. То есть, это не одна плотная оптимизация, это не так, как это решается. А это решается последовать, ну, фактически, этой духе динамического программета. Вы поднимаетесь от листика. Ну, вот на таком художественном уровне, давайте я не буду вдаваться на питание, того, чтобы хотя бы с каким-то динамом тоже. Вот. Значит, ну, какие-то мы эксперименты, естественно, проводились, то есть, это вполне была прикладная работа. Ну, во-первых, казалось, что да, есть теоремные утверждения, но фактически все теоремы, они не наши, они позаимствованы, но у нас было в том, что мы осознали, что объект, который интересен, он обладает свойствами, про которые люди уже думали, но в совершенно другом контексте. А теперь, значит, мы решили, ну, управляться, управляться, то есть, хористический эксперимент. То, что я здесь показываю, что, ну, это более-менее, там, опять же, детали моего интересного важны, это более-менее стандартные статистические тесты, когда такого сорта алгоритма вы думаете, то есть, есть алгоритм, который восстанавливает, значит, ну, в данной ситуации я сейчас говорю про, ну, например, вот с правой части, это восстанавливает линии, и те линии, которые существуют, оценивают резиданские линии. И вот, соответственно, мы меряем ошибку, ну, там, проценты для тех линий, то есть, вот, сначала, мы можем сказать, какие-то неправильные линии, для этих, только проектов. Если процент неправильный, так сказать, они маленькие, а здесь это уже количественная оценка, и мы изучаем от количества выборов. А, сколько раз нам нужно измерения этого. И это тоже важно увидеть, что есть, значит, какая-то сходимость, более-менее разумная. И это нам позволяет, если, скажем, вам задана точность, вдруг вы, как инженер, вас интересует, точность, Вы определили точность, которую вы хотите сделать, тогда вот есть ответ в лидеричестве, сколько вам нужно измерения. Ну, да, методологически полезная вещь, прикладная, очень важная. Метод разрабатывался при определенных предположениях. В частности, что это? Деревянная структура, что уравнение лидеричества. Ну, дерегантность либо сомнений не ставится, но линейность уравнений это некое приближение. Вообще, как уравнение линейное? Ну, если вы помните, в первом планете тока и движения не такие линейные, но здесь все в терминах мощности, мощности и, соответственно, остальное линейное. Мы лидеризуем, и эта лидеризация вполне разумная, но вывод, вот вывод, теорему, которую мы использовали, они даны только в едином случае. это активно использовалось, в том, что мы не рассказывали. Все связано. А попробовать можно и в деревянной ситуации. Это, как и очень стандартный инженерный прием. Во многих других науках это тоже и делается, и вот значит, соответственно, радость эмпирическая в том, что работает и в этой ситуации тоже. Ну, значит, тут я хотел просто, опять же, вернуться к этой общей философии, и вот есть эта физика форма Швелёнин, и в этой ситуации я как-то двигался со стороны голос физического моделирования. И я шёл к этой ситуации, ну, или на первый шаг сделал к ситуации, которую можно назвать вот эту физику с информационными и в этом смысле вот то, что вы сейчас увидели, это вот находится, тут я написал, какие последовательные шаги можно делать. И видите, я иду оттуда, и в принципе, для этого глубокого обучения здесь было, в этом смысле, не другого очень относительно простое, но использовались очень богатые физические структуры. И я это даже не антидизировал, но графические модели. То, что я рассказывал, тем математически более последовательно правильнее обладательность графических моделей, вообще-то гауссовых графических моделей, линейность ну, гауссовых не обязательно, но линейность в общем, на языке графических моделей это правильно так сказать. И вот я с этой историей перезубал. Вот. расскажем вам еще одну историю. Она мы, точнее, третьей не успели, сейчас увидим. Эта история довольно запамная, далекая, и она уже как раз другого конца. Сейчас я буду упражняться в использовании более-менее слепых черный ящик глубокого обучения. что я делаю. Я буду изучать турбулентность. Турбулентность это гидродинамика, это, опять же, есть соответствующая хорошая своя физика или наука. Я буду подходить к этой гидродинамике как со всем, так сказать, человек, который ездит на занимается машинным обучением. Картинки мы, соответственно, картинкам мы, например, в генеративных моделях, и я сейчас буду говорить про выбор не очень принципиальный для того, что я буду рассказывать, но это ГАНС. Это генеральный и я буду повторить просто как тот, кто умеет пользоваться ГАНС, а что мне дают, мне не может. Мне дали картинку и я, соответственно, много картинку и я по ним этот ГАНС не тренирую. А дальше будут генерить картинки синтетические. Это вот такое вам даются выборки, вы предполагаете, что они независимы статистически, и вы учитесь, вы учитесь эту систему, и она вам выдает выборки, которые тоже новые, тоже независимые инструкции распределения. Вот это стандартное использование это стандартное использование например ГАНС. Могли говорить что-то другое. Но будем работать с турбулентными картинками. И теперь вопрос, с чего я могу с этим делом делать? Я могу картинку сейчас я сначала покажу, кто это делал. в основном Райан сделал Райан не у нас работает, но и далеко всего 6 часов езды на север. Он в НРЛе и это в Дженбиле. И вот с Райаном еще двумя коллегами, в том числе Андрееву, который его сам носил, и у нас двое на двое. Вот мы этим упражнялись. Мы видим Райан в основном Райан. Теперь что мы делаем? Нам нужны были турбулентные картинки, и мы хотели работать с этой турбулентностью. Я не буду деталям отдаваться какая-то турбулентность, много разных может быть, но взяли определенную одну. И более того, мы сами не симулировали эти турбулентные течения, а вот есть такая база данных, которые кто-то уже просимулировал, там в основном в университете, и мы оттуда взяли просто картинки. Но там есть много нюансов, и мы хотели проверить предсказать поместиму этого замечательного такого черного ящика, который в данном случае данных более-менее стандартная картинка, вы, наверное, не видите, но стандартная аргитационная, которая объясняет, чем замечательность. По сравнению с стандартными алгоритмами, друг, когда данных очень много, а тут у нас много популярных данных, так что ситуация хорошая, то насколько хорошо работает, это можно в разных смыслах, предсказать насколько как аккуратно мы предсказываем функцию распределения, как аккуратно мы пределим эти новые процессы, и действительно ли они независимы мы их пределим, и поэтому мы все интересуемся к тому, что он получается замечательный такой вопрос. Ну давайте я браканского не буду говорить, я просто пчу, опять, потому что, кто знает, знает, замечательно, это не то, что для меня важно в этом докладе, то есть я взял некий приборчик, и приборчик этот работает, он с этим заработал, он самый лучший, и сейчас моя история хочет посмотреть, в одном действии будет, и я хочу немного приоткрыть в том, что выяснить, что светое это не светое, и обычно они упражняются с кожечными, собачками, а я, соответственно, буду упражняться с физическими коктенками, которые турбулентны. Турбулентность это поле скорости, которое течет, я буду просто вот такие моментальные картинки смотреть, и они я буду убрать достаточно далеко по времени разъясняться друг от друга, что они действительно независимы. Из этой базы данных я могу изучить. Теперь, вообще, какая скорость, то, что у меня данные есть, это трехмерная лекция, направление трехмерного пространства. И начинаем. Ну, эти три компонента показаны. цветным образом показаны. Вот, ну, как они так выглядят. Теперь, я беру и трехмерную вот этот замечательный черный ящик. и вот, значит, ну, многие институты агентониума, они, по крайней мере, первые, они заканчиваются на тот уровень. Показываются картинки, какие-то кошечки и собачки, и сразу по результату можете сказать, хорошие картинки или нет. Ну, синтетическая кошечка, синтетическая собачка, у вас какое-то визуальное понимание хорошо видно. Ну, вот, вы посмотрели, вот это вот, из этой базы данных DNS это то, что там истинно в последней инстанции. А справа это то, что я получил. Вы можете ничего сказать или нет? Ну, так-то разумно, но может и нет. Что нужно делать? Вот, это мой вопрос. Значит, праздновать или что-то еще делать? Ну, вот, научных приложениях у нас есть много, опять же, из физики соответствующих есть очень много разных свойств. Люди курбулентностью занимаются давно. Однажды новинчики не успевают, так считают. Калмогор, кстати, в тематике, великий, тоже великий физик, потому что, фактически, единственное точное соотношение курбулентности от Калмогора. Много мы еще знаем. И вот теперь я сейчас очень разумные вопросы буду задавать с точки зрения специалистов. В этой области мы специалисты в машинном обучении техники. Вот есть эти корреляции какие-то. Это статистическая наука. Это про революционные функции, про мат ожидания, про корреляции. Вот давайте проверим. И у меня даже не то, что есть законы, которые я захочу проверить, а я просто у меня есть истинно последняя станция Граунг Руссман, на чем я тренировал. Есть то, что я получил. Давайте сравним. Ну, опять же, не знаю, что это такое. Ну, я просто покажу сравнение. В двух словах я все-таки должен сказать, потому что так совсем все будет плохо. Значит, чего делаем? Ну, первое, что статистики, вообще двое статистики это, значит, полинепрерывное, трехмерное, однородное, изотропное, статистически однородное. То есть, дописывается там хорошее, однородное изоопределение если есть лишнее. Но она очень многомаскарда эта сложность прогуляции. Еще раз, я говорю только про пространственные инфляции, непрограммированные. Я беру две точки, фиксирую расстояние между этими двумя точками и прохожу по всей моей картинке и усредняю по всей картинке все возможные варианты точек, отделенных на вот это расстояние. И что я делаю? Я делаю скорость такой точкой, вычисляю разницу, завожу в квадрат и делаю три евреобразования. Потом, в смысле, сделаю три евреобразования и завожу в квадрат. Это не то, что называется спектр. Как раз вот это k- к степени минус 5 третьих это как раз Талмагоровский спектр. В 41-м году Талмагоров предсказал эту цель. Но видите это все-таки численный счет. ну он так сказать если другое точно это утверждение не теоремное больше физическое ожидание ну такое под вопросом. Вот оказалось, что оно не совсем так, но очень существенно, что это черное и синее это то, что моя истинная последняя инстанция на чем я тренировал и то, что я произвел ну в принципе в твоем объекте очень даже близки и это уже содержательное произведение. Это, кстати, замечательное свойство всех глубокого обучения. Очень эта штучка сильная. Вот. Но на этом, естественно, мы не останавливаемся идем дальше. И вот, например, смотрим на другой объект объект, который тестирует очень маленький масштаб. Масштабы немного много маленькие расстояния и большое расстояние. Так вот, на маленьких расстояниях есть статистика поля скорости ингредиентов поля скорости и хвосты функции распределения это не гаусска статистика она такая сильно не длина. Вот. Вы видите красные в последней инстанции а газ не занижает эти хвосты. Уже чего-то не то. Ну и вот мы по списку проходим и опять же не добавляйте далее есть объекты, которые более масштабные. Нет, это вроде ничего. Потом есть объекты более интересные, сложные, которые ну, примерно так устроены. Мы берем тот же самый ингредиент скорости и дальше мы его смотрим симметричную часть и синтетисиметричную часть. Ну, каждое течение оно состоит из вращения и эго-растижения. И эго-растижения в определенном направлении и вращения в определенном направлении. Ну, все это понятно. И вот как эти два вектора будут относительно ориентированы, это нам говорит очень существенно про то, какие-то формулируются в жидкости и динамические, если мы займем его штатистику, формы. И это вот там в этих неких переменных описывается. Ну и выясняется, что тут мы тоже видим довольно существенное отличие между тем, что наша синтетическая скорость и настоящая. Ну, какое из этого мы можем сделать заключение. То есть это самое начало, что мы только начали здесь. Заключения такие, что очень важно для научных предложений, если мы начинаем с этого черного ящика, делать все последовательно. И первый шаг, конечно же, черный ящик, но потом мы должны пройти через этот анализ. На основании этого анализа сделать заключение, какие объекты плохо представимы вот этим вот черным ящикам. И на основании этих объектов сделать изменения черного ящика. Вот это вот в самом начале у нас, я думаю, еще там лет пять займет через это проходить. И если, например, будут интересоваться турбулентом, это будет одно предложение. Ну, у меня есть история поэтому я не понимаю. Мы будем слушать глубокое обучение с этой конкретной физикой. Есть другие физики. Сейчас это очень интересная такая новая смесь физики-машинок физики, биологии, химии, по-разному, и машинного обучения. Но вот здесь что мы планируем делать? Мы планируем сделать один из других вариантов. Мы определили объекты, из тех объектов, которые значат, потому что их люди изучали, эксперты, и они изучали неспроса, потому что были какие-то либо теории, рассказы, из тех объектов, которые должны выполняться. Должны, потому что выбор, когда они все прознают, это выбор количества, во-вторых, это все-таки приближенная вещь, они явно не доставили эту информацию. Поэтому нужно ее не явно подать. В смысле, они не явно не доставили. Нужно ее явно как-то уснуть. Один из вариантов в глубоком обучении всегда, во всех обучениях, всегда есть эта часть, когда мы тренируем. Тренировка начинает оптимизация. Есть определенная ценовая функция, и есть вот эти параметры, которые мы оптимизируем. Глубокая сеть их много параметров. А мы можем дополнительно усилить те объекты, которые мы хотим, чтобы мы будем правильно представлены. Введя соответствующую регуляризацию, как у людей Юра, например, и люди из оптимизации говорят, регуляризация. А у меня регуляризация будет базироваться на этих физических объектах, которые оказались наиболее относительно умными. Такая итеративная будет сделана. Есть куча еще других людей, но давайте про них не будем. Роники, там какие-то незаконные написаны, в смысле, больше физических принципов. Но тем не менее. Тут, значит, заключения такие. Есть положительные, есть отрицательные. То есть, несомненно, это, кстати, очень типично во всех научных приложениях, сомнительных машин, технологий. Да. В Америке есть департамент компании, которая финансирует очень много исследований. Мы работаем как раз для этого департамента и специально была недавно конференция, которая так и называлась «Сатистик машинных». Примерно с этим вопросом. А вот есть куча научных приложений, есть это замечательное машинное обучение, которое айти-индустрия разработала и разработала так, чтобы вдруг деньги лучше получить, чтобы это было применено к большему количеству приложений. А сейчас я, наоборот, задаю вопрос. У меня есть специальное приложение. Как ее подстроить, как ее использовать эту замечательную новую игрушку? Новую игрушку и смысл. Вот. Соответственно, заключение есть положительные, есть отрицательные, но это сначала с точки зрения того, как идти как бы в этой ситуации я продемонстрировал как бы первый шаг и вот это я хотел сказать, что нет, даже не первое, а второе. Первое – это собственно научиться глубокому обучению. Соответственно, это стендерфлоу, соответственно, поиграть в эмиграцию, научиться. но это не бог вы что. Но дальше тесты. Вот эти тесты, которые я вам показал, это как раз содержательная часть этой работы. То есть придумали на основании положений правильный тест, исходя из этих предположений. А самое, конечно, правильное – это как эти тесты потом обратно всунуть, как улучшить это глубокое обучение, как эти сети не просто тренировать на выборках, а еще и вносить вот как-то вносить разные информации. Тут опять тоже у нас есть лучшие людей. И у нас это такое растет у нас команда. пока что в основном только лусалмусы, но может в конкрет уже будет тоже салтеки может быть. Соответственно, кому это интересно, присоединяйтесь. Работает это, да, давайте обращем, разве что у кого-то есть интересы трупулянтности. Есть разные варианты, что мы можем делать, какие подходы для обучения можно использовать для разных ситуаций. и тут это в упрощенном варианте. Можно сказать, самое удобное предложение, которое мы сейчас думаем, сфокусироваться, это ускорение. Ускорение численности. То есть есть численный счет, который в данном случае численный счет или динамический. И сложность в том, что очень много масштабов. И, скажем, описать, как атмосферная трупулянтность работает, вам можно дожить масштабы с сантиметра до десяти тысяч километров. То есть эта сетка должна быть с сантиметром масштаба, трёхмерными, три компонента, и ещё это во времени. То есть это просто невозможно сделать ни на каких компьютерах. и в ближайшие иногда то, как предсказывают, уморство или не уморство, но, в общем, невозможно. Что делают? Придумываются эти замыкания, упрощают, которые вынести невозможно. Законов правильного понимания нет. Можно попытаться на гораздо меньшем счете. Вместо того, чтобы запускать этот огромный счет, в нормальном счете, но какой-то доставлен. Ну, Он всё равно компонентанский. грубо говоря, то, что мы можем всунуть суперкомпьютер, он ещё нам будет что-то разумает. Провести тренировку. Идея вся в том, что эффективная модель может быть так построена на деталях машинного движения, что как только мы тренировали, это быстро. В этом смысле это будет ускорение. То есть, если мы сможем натренировать нашу систему не так, что она заменит гидродинамичные правила, то будет чудо. И это вполне реальная надежда, и многое будет происходить. и устроители будут с помощью ГАНС, в речном тайм-кодер и так так и так и так и так можно сказать что ты нарисов создався и выбирать вот Я не слышал? Я не слышал. В любом случае он в школотеке тоже пришёл. Ну, это может быть. И опять же, названия могут быть ближайшие. Но в любом случае в приложении стоит в Индии. Ну, там в церкви тоже крыла самолёта что только самодезируют 40, поэтому они мобильные смерти. В этом пункте это отличие. Ну, и теперь вопрос, какие у нас встречи. И какие ситуации встречать. Крыло, вообще, инженерных приложений, очень много, и они очень специальные. И начинается крыла. Моя точка зрения лучше начать с всего-то более простого и академического в этом, скорее всего, отличие. Ну, я ещё не говорю из-за этого. Но я подозреваю, что это действительно имеет отношение к тому, что это смесь смешивания какой-то информации экспертной. И в этом смешивания в этом смешивания. Ладно, давайте пропущём. Значит, 7.35. Насколько я начал? Семьсотно. Знаете что, давайте я эту тему скажу, но очень быстро. Ну, вернее, я сейчас пять минут положу и четвёршую программу. Хорошо? Давайте так. Или можно сейчас закончить? Хорошо. Значит, это и вы помните немножко. Я сказал, что сначала у меня две истории про какую-то физику использовать, а другие две истории про то, в смысле, как использовать машинообучение. А две последние истории это наоборот. как использовать статистику или статистическую фитингу для обещания задач машинообучения. В случае я, значит, двух или трёх слайдов хотел объяснить, что такое графические модели. Давайте я всё-таки это объясню, потому что это, может быть, вы запомните. Кто не слышал? Ну, мы задачи не дослушали. Я просто раздавался по графическим моделям. Вы ещё знаете по графическим моделям? Ну, то есть, да. Давайте я попробую. Значит, вот такая придуманная ситуация, просто индустрирующая. Значит, есть четыре персонала, есть профессор, два студента, и мы, значит, хотим изучить как они работают. Каждый день мы записываем, да, ставим, да, именно кто был, ну, ну, какие-то хотим заключения сделать про это дело. Значит, значит, вот студенты А и студенты Б, они, несомненно, или постдом, они дают информацию о том профессору, ну, профессор, где я должен с ним подходить и общаться, да? но вот такая всякая ситуация, что постдом, он экранирован студентом, он взаимодействует с профессором, они не понимают, почему студентом. Ну, знакомая ситуация, бывает. Вот. И тогда мы, соответственно, вот графическим образом не строим, не соединяем профессора с постдом, со студентом. Вот. А да, постдом, конечно же, с ним взаимодействует, но теперь это тоже есть возможность сказать, что это не просто взаимовестит абстрактно, а это там еще какая-то сила с ним взаимодействует. Ну, в этом примере, таком упрощенном. Вот, например, студентом A, постдом, он работает вместе. B, как поддержание, они друг от друга зависят. А со студентом B, он просто в одной комнате сидит, постдом, и муж лучше, ну, так, то есть лучше работает, когда там публика пустая . Вот. Вот, в графические модели мы вводим в том числе такой ситуации. То есть, когда у нас есть ноды в этой ситуации, это на них живут переменные, в данном случае да или нет, да или нет, был студент в какой-то день переменным на работе. А эти переменные без соответствующей, вероятность того, что это произошло, что определенная конфигурация, скажем, воздор был, то нет, не был, то нет, не был, в этот статур. Вот она создается этой графической модели. Ну, давайте, в силу того, что у людей не мало, я открою проявляции, сильные, слабые, знаете, проявляции, то есть в самую инфрацию. Ну, и это тоже вводит шутка, да, что профессор может приходить не потому, что он с ними общается, но еще может быть встречи какие-то, и может быть общаться с ним. Если мы проекты запутали, то неправильно представить, ну, минимум, это тоже можно учить. графические модели очень удобные средства для того, чтобы любого типа информации вводить и вводить в биографическом образе. И много, кстати, оптимационных задач очень удобно формулировать в биографических моделях. Графы, которые получаются, они интересны. Ну, в физике есть и в математике, в математической физике есть такая модель, называется моделизмой, о которой я сейчас буду говорить, она уже, так сказать, совсем формально создается, и она обычно, ну, это одна самая популярная статистическая модель, то есть есть в ней и граф, и есть переменные, которые сидят на машинах, и переменные плюсы ну, так как в этом мире. А есть и вес, и вес этой конфигурации сигма-1, так далее, сигма-n, а сигма-1 плюс сигма-1 сигма-1 плюс-минус-1 в середине. Два статистической модели очень много, но вот они компактно задаются видеть такую формулу. Формула такая есть, и многие вопросы, которые мы задаем, и мы вопросы, это вопросы, ну, давайте я скажу, через это, это вопросы, опять же, потому что времени мало, это вопросы вот такого сорта. какого сорта вопроса? Вопросы, вопросов, например, о маргинальной вероятности считать, да? То есть, я говорю, что мне это не интересует, но кто-то делает только воздушный. Какова вероятность, что воздушный будет на работе? Я должен просуммировать эту функцию распределения по соответствующей перемены для этого студентского процесса. Есть такой вопрос? Но эти вопросы, и набор других вопросов, это мы так называем длинных результатов инфранции, да? Постановления. Ну, это вот обычный подсчет, это типичный пример. Есть другие примеры, как там, что называется, подходит к плазминфранц, например, посчитать наиболее вероятную процегурацию. Это, кстати, уже активизация, мы дискрепляем, так сказать, да? Какая более вероятная ситуация? Какая чаще всего встречается, да? Ну, ситуация, это когда, скажем, сигма-1, плюс-1, было на работе, сигма-2, сигма-3, ну, все скажем мы. Может быть и так, что это самая частая встречающая ситуация. Вот. Или мы хотим генерить самим. Но это прямые задачи. А обучение, это обратная задача. И вот это то, значит, вот эта вот наша команда чем занималась, мы решали обратную задачу в этих биографических моделях. Ну, как это не ставить. Ну, я этого поставлю и скажу, что тут есть замечательное решение, а что остальное, если интересно, тогда если кому интересно, я с удовольствием просто расскажу, и будем предыдущих столпить на следующем деле. Значит, история такая. Я, то есть это обучение, опять же, история такая. Я такую ситуацию буду рассказывать в таком абстрактном ситуации. Представляете, что комната разделена на две части. В одной части комнаты этих выборки не ряд, потом их отправляют в комнату, но абсолютно не сказав ничего про этот пункт распределения. И в другой комнате вот у вас есть выбор, я хочу посмотреть. И вот это именно та ситуация, которая у меня здесь есть. у меня конечное количество выборов, и, соответственно, я хочу установить. Теперь она обратная задача. Есть прямая задача, есть обратная. Теперь обычно есть такое понимание, что statistical inference прямая задача, она сложная. по числению маргинальных вероятностей в модель резинга экспоненциально дорого. Нахождение даже вот этого наиболее драйонной конкубрации 2 степень m, ну, про его нужно теперь выбирать 2 степень экспоненциально теперь вопрос. Обучение легко или просто? И стандартный ответ этот вопрос да, оно сложное. Ну, прямая задача сложная, обратная сложная. Но этот стандартный ответ он через вот это вот знание, которое в статистике называется minimum sufficient statistics. И это такая будет история в статистике есть. Статистики всегда думали математически. Очень только недавно стали думать теории на конечных выборках. Всегда думали мысли бесконечные выборки. Если у тебя есть бесконечные выборы, тогда sufficient statistics в этой ситуации означает, что если ты сможешь восстановить коррекционные функции или максимальные вероятности между двумя совместная вероятность любых парк. Если ты восстановил, у тебя выбор тогда ты знаешь все про этот магнит. Ты можешь восстановить вот эти вот у меня не надо видеть. Ты можешь восстановить диджей. Но замечательное произведение, которое будет в этой статье и еще партии, заключается в том, что нужно обмануть. на самом деле решается экспоненциальная сложность гораздо проще. вот вот здесь мы описываем результаты. Давайте я сейчас не буду рассказывать, но результаты описываются в каком термине. вообще что такое сложность? То есть мы говорим про сложность. Я сказал, что экспоненциально сложность. Есть две вещи. Мы пока не верим. Есть сколько нужны этих выборов. Да. И вот там оценка справа сколько нужно этих выборов. Из замечательного произведения заключается в том, что экспоненты пока заботы, и они где-то существенные, но нужно алгоритмическое количество выборов. Для того, чтобы сделать достаемое предсказание проекте все, что хотим восстановить. Статистики вот эти GIG. А вторая сложность это сколько нужно усилить. За бортом используйте здесь некая специальная оптимизация. Не связанная с она новая. И ее сложность тоже не очень плохая. n это разное системе. И вот на этом давайте пролистаются там куча красивых картинок есть физический образ некий стоящий и совсем чтобы вас заинтриговать. это уже в основном мои коллеги не менять но про DeWave про квантового компьютера наверное слышали. Оказалось что метод мы можем использовать калибровки DeWave А можете объяснить что подразумевается подкалибровкой квантового компьютера? Вот это тоже подходит черного ящика. не надо рассчитывать кто-то этот квантовый компьютер DeWave он большой вопрос квантовый номинент вы говорите но как его продают его продают для вычисления решения оптимизационных задач дискретной оптимизации которые фактически нахождение моделизм о котором я говорил то что физики называют самостояние ну или максимум теперь подход который мы здесь обсуждаем он такой кстати DeWave в результате вот в частности вот этой команды ребят которые это делали теперь и не только в результате общения с ними но в целом они теперь немножко модифицируют они говорят а у нас на самом деле классный компьютер не только для решения задач но они осознали что-то тоже важно и я сейчас больше про это и наш подход очень простой нам не важно этот ванкл-компьютер или неравном компьютер или что-то но есть утверждение что вот когда люди которые говорят что они могут объединить сэмплы очень позитивно вот дайте нам объединить сэмпл мы восстановим вашу функцию распределения в данном случае моделизм и вы же сказали что вы будете не едете с какой-то вполне определенной глотаризмом и мы просто сравнили правильно сказали или нет и выяснилось что они не всегда про это говорят какая будет физическая ситуация ванкл-компьютер она должна не делается при низких температурах чистой комнате там много внешних разных полей и в общем это большой вопрос что наводит в России где такие вещи еще раз я в этом же время гораздо меньше участвовал начальность ставим мы все вместе делали наша команда молодежь по целом конечно ну в таком же статусе как ну то есть например тот же самый кипс сэмплинг который вычислительно трудный может быть довольно легко мы его реализуем на квантумных установках в том числе преимущество этого метода в том что мы можем легко это проверить и поэтому если соответственно его можно использовать для калибровки просто коммерческие утверждения если физически этот компьютер они говорят что этот компьютер он хорошо придет из какой-то есть какая-то с этой идея не для одной есть куча паразитных эффектов мы эти паразитные эффекты можем и соответственно в этом смысле это паразитные эффекты можно паразитные эффекты которые по физике не всегда присутствуют но это одно воспоминение вот вот такая история по плану за то что не успел рассказать последнюю часть но опять же фотографии что я сделал так вот такой замечательный летний студент сам его зовут и он тоже искал и это история только практические модели это свое поколение взаимодействие то есть такое два врача ну он уже молодым меня это бывший студент а сам это студент не 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 неплохо Продолжение следует...